здравствуйте друзья мы с вами встречаемся снова вот одна группа поддержки видно его не видно надеюсь что видно поздоровайся здравствуйте все теперь ты можешь заниматься своими делами ну давай пока так значит так на на лучше когда для меня и так возможно меня слышно потому что ровно 21 00 я начинаю свой рассказ прошлый раз мы остановились в этом месте я взял и готовясь к этому я вспомнил такой анекдот надеюсь вам понравится приходит учитель математики домой и жалуется родной жене дорогая у меня проблемы у меня класс все тупицы на что случилось представляешь дорогая я им рассказываю теорему пифагора рассказал они ничего не поняли я второй раз рассказал теорему пифагора весь класс опять никто не понял тогда и третий раз рассказал теорему пифагора наконец-то сам понял а они тупицы так и не поняли из чего я вам это рассказывать друзья потому что мы все были когда-то не знали не терем пифагора и знали как садить деревья вот посмотрите на чем мы остановились с вами вот где-то примерно в этом месте бороться искать найти не сдаваться как я искал и не сдавался итак посмотрите вот этот часть мы прочитали прошлый раз часть большого письма но он очень важный что касается миллиона и фактически всех кто нас слышит вот в сад выходил качество эмоциональной нагрузки разгрузки физической разгрузки в саду найти не удалось ибо пришлось копать ямки по некоторым рекомендациям объеме до одного кубометра ну поняли метр на метр на метр сначала нужно откопать потом закопать обратно не забывай намешать тогда кучу удобрений а я вам буду рассказывать все подробно потому что казалось бы ну просили дальше пошли не друзья монетом споткнулись смотрите вот это вот мы с вами проходили но я на каждой фотографии всегда несколько тем у меня всегда несколько тем сейчас увидите вот вот один умный человек залки вот это вот написал это 19 век начало 20 ну проклинаю его сколько ну извините еще урок это старует повторение когда советуют осенью посадить целиком пусть зимой замерзает корни нарушены крона целая штамп изувечен впереди мороза вот мне всегда вот это удивляет но я повторяюсь но по-другому то есть что-то я не договорил сейчас поймете вот снеговой покров где где-то метр да так судя по всему а он допустим 50 сантиметров когда вот здесь вот это замерзнет она замерзнет не останется ни одной веточки все они мертвой зоне то есть надо было наоборот все ветки оставить и вот тут отрезать то есть нижнюю половину но это ладно а человек посадил яму не просто уже как по это письме написано выкопал и закопал нет он туда намешал удобрения и вот по теории того кто вот эту книгу делал тысу которая одобрена помните там одобрям слой там где-то она у нас сейчас то же самое только хуже рецензии нет а тогда одобряли всякую дурь и вот эту дурь заключается в следующем а вот тут корешки если вот так отрезать ровненько они растут вот они маленькие тоненькие и дерево улучшится корень улучшится ну центральное естественно это кстати при пересадке было приказано делать центральный корень обрублен вот и улучшено а на самом-то деле все происходит не так вот это массовая гибель и болезни с этого момента когда вот так делают то есть мало того что корни нарушены их еще специально каждый ватчикают ну даже обрезка только внизу под землей и они получаются здесь десятки ран вот и их в эту клаку вонючую что такое удобрение повторять нет коровье дерьмо птичьи дерьмо я специально как бы выбирает такие выражения что немножко содрогнулись конское дерьмо так нет торф зачем-то торфа так сказать для меня не перегнившие еще органические удобрения значит будут гнить торг гниет вот потом значит весь набор минеральных удобрения что это время происходит то же что с вашей рукой возьмите от обрубить и по верхней фаланге руки видному руку меня на картинке я не вижу вот но если видно да вот так вот обрубили и суньте в эту клакку когда-то метр на метр на метр с таким трудом все это делается цель то понятно какая вот благо а получается что рада попадают гниющую среду и естественно что с этого момента миллиона деревьев о чем неведом автор начинает гнить ну ладно то есть поняли да вот это клака она должна быть включена а естественно если землю выкопать и не не удобряя не обогащая закопать обратно этот квадратный метр вроде вот он теряет смысл пока что нет говорят нет там лучше корням будет здесь якобы насыщение кислорода как будто его там не было если если не делать яму вот мне почему-то саду нет никаких яма насыщение кислорода ни одно дерево не сказала что кислорода не хватает но судя по урожаем видели же вот и здесь вроде бы сделали такое добро вот теперь они будут прекрасно развиваться ну естественно осень придет деревья не уснули они жареют и ходят зиму не готовы это все потом и так откопать потом закопать не забивая зубами начать вот уже кое-что поняли не нужна эта огромная яма потому что превращать он занял ввиду эмоциональная разгрузка получил больную спину так далее как бы это закончил это вот сам в общем поняли гной вот эти вот раны и клака вот это вот вонючая да из удобрений минеральных и органических должна быть исключена вот мне опять скажут ну ты железом занесся ну хотите верти хотите нет но я прошу одно скажу если я об этом сказал я говорю я сказал первый на этой планете что была дошена первыми садовыми страшно невероятная ошибка страстная смертельная для миллионов деревьев или больные а потом них начинают лечить и родилась новая инфраструктура гигантское это производство всевозможных ядов и ядохимикатов и якобы для лечения деревьев плюс еще подкормок и прочее просит вот и представим себе что если под не вот это вот 19 начало 20 века если вы не вот эти вот заумные речи я не буду опять вверх листать где вы видели одобренос одобряемся вот одобряется кто ну сами понимаете чиновники вот они чтобы они это понимали если бы вот это вот бы не было придумано просто выкопал ямку посадил то так чтобы самая яркая точка была бы это колени шеккой вот и сейчас в россии были сады представил что будет с моей больной спиной после десятка таких ямок и решил обречить жизнь копал на глубину полметра и со сторонами тоже по полметра но уже поняли в четыре раза меньше четверть куба сократил объем работы в четыре раза на спина ныла ручки болели в учебу мы же еще иногда работаем на производстве и сил на должную трамбовку посадочных мест не хватало половина саженцев из-за просадки почвы ближайшей весной оказалась в углублениях некоторая часть вымерзла первую же зиму давая обильную порость от корней часть саженцев казалось не тем что обещали продавцы но это само собой у них же садов нет вот сажал вроде слива растет похоже ранец к ну естественно или вовсе боярышник потом изучение теории добрались до темы обрезка и полетели ненужные ветки это я выделил ненужные если первый садовод россии как он считается по занимаемой должности по трем занимаем должностям применяют термин ненужные ветки значит хана вот кроме нас с вами никто так и не не понял и не поймет что ненужных веток не бывает напомнить еще раз пусть я буду медленно пусть я буду цепляться за эти слова если на ветке нет плодов она считается якобы бесплодная эта ветка работает на все дерево каждый лист работает на все дерево каждая почка будущий лист работает на все дерево понимать так же как ваш безымянный палец которого без которого можно прекрасно вот родился ребенок помните якобы германии отрезали эти аппендисы считали что он не нужен сейчас похватились оказывается нужен а представим себе что бы еще зачем это лишний палец его тоже кровообращение кормить надо что же он же не просто палец вот тут безымянный ему имя нет зачем он нужен имя даже не придумали отрезали его и все нормально вот и а здесь он оказывается есть вот не понимая этого что ветка любая ветка работает на все дерево почему на ней листья листья это у меня такие вещи элементарные говорю я не могу успокоиться может я раза три уже вам сказал друзья но кто-то еще прибавился как это к нашему разговору вот эту неделю еще кто-то попал в нашу дружную коллектив не понимая что на ней листья листья работают по принципу солнечной батареи так не будучи отдаваться в теорию кто-то решил что на ней нет плодов и она не нужна вот сейчас вас допустим всех 200 да ну я не знаю точно 199 100 процентов скажут что я прав а этим ты получать чем больше должность тем больше степени эти до них не заходит а как узнает про ненужные ветки человек который например самый крутой черешневод россии считается как узнает когда напишет что на черешне 58 в одном ярусе ну вот проходит ярус появляется 58 лет так она доставить три остальные на кольцо вырезать вот это у меня она первая в россии ну жалуется что там живет на юге россии она не ведает что творит вы представляете вместо ее книги авторская написано 58 веток в ярусе ну скелетные очередной год снова появляется новый я так вот тут же пишет что голенастая черешня получается вот и нужно отрезать еще все концы все 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 для того чтобы дали дополнительные ветки я вот считаю и думаю с ума сошла что ли она не сошла а я тоже все время этому научили и просто не приходит в голову что надо взять дерево и ее же черешню да и просто не отрезать ветки но делать ни одну не две она же этого не делает она сравнить не может тоже самый абрикос но сейчас что она антон валерьевич попытался стать между нами ну как назовем его буфером подушкой бум бум чтобы мы друг друга не летали вот эти одна кулаки это тумаки друг другу вот он не отправляет этот же вебинар да это уже наш как бы ведущий абрикосовед абрикосовод мне сразу посмотреть почему в сибири абрикосы растут не дохнут а у нее дохнут она мне некогда ну что за елка ерунда вот видите ну хорошо ладно я уже сегодня после того анекдота уже стараюсь как-то не драматизировать вот у человека полетели ненужные ветки читаем дальше по рекомендации интернет-специалистов победил деревья да еще водостойкой края вот очередной ну как когда мы с вами закончили этом сотни фотографий вы понимаете только водостойкая краска ну пусть тот кто учил по рекомендации покрасил бы себя руки или ноги и когда бы у него гнила бы кожа водостойкая значит не смывается понимаете разъясняю когда-то научились белить деревья самое толковое берите только с южной стороны так а самые трудолюбивые обелили целиком и учили других у них все равно были эти самые морзобойные но им казалось что дерево дерево должно опять говорю первое на планете знает об этом только я один ну и вы еще кто со мной дружит но темный цвет для того чтобы дерево впитывало солнечные лучи мы же на севере живем но написали бы на юге белить на севере не белить да конечно у меня деревья так и сбиты морозами то почему-то побелки нет а здесь получилось ну хорошо белите давайте смотреть человек взял развел известь получил известь так называемую гашеную ежебель от гашеной вот она становится как бы нейтрально не такой ядовитая раз она гашеной правильно вот и он побелил и тут у меня начали а первый возьму кто-то в первый же догадался всегда есть первый вот он побелил весной а у меня опять морозобой тут он сообразил когда морозы закончились он еще белить не мог потому что у него это дерево белит а мороз не дается схватиться ну то есть просто покрасить белить не получается значит поздновато тогда он догадался побелил осенью а вы на осенью поделил дерево должно было бы погибнуть по идее а вот а почему не погибает она начинается отваливаться начинается смываться по последним зимой же он не белит невозможно я пробовал кстати когда-то первый раз побелил несколько деревьев потом плюнул сказал себе ну даже как этот человек который хотел вот выше эмоциональную разгрузку а получил больную спина спина ныла руки болели а тут мало того что яму такой выкопил а еще каждый год белить и вот когда это было безобидная безобидная гашеная известь осенью он побелит а последняя она все равно вот уже минус снег выпало через неделю опять дожди пошли смыло и вреда большого нет то есть спасти он не спас от мороза боя так а по белкам практически вы видели кто осенью берет к лету ее практически не видно также и вот тогда а уже все уже побелка дерево стало аксиомой она стала как бы одним из таких прям без которых дерево якобы вообще тема сейчас зашли до такой дури что не дикоросы берет а еще и красят но я уже про это столько раз говорил я сейчас начну говорить по покраску дикоросов заметьте не про побелку про покраску вот у меня поднимется давление а здесь я пытался говорить спокойно это спокойно говорю значит так как побелка стала обязательным прямом начали ее усовершенствует уже побелку неважно гибнут деревья не гибнут так как деревья по россии но так скажем так если 100 садится одно доходит до плоднышения это в лучшем случае это я говорю я паук центре паутины гигантская информация мишки еще с теми письмами лежат вот это настолько это просто я выбрал письмо где человек все попробовал чтобы сделать каторгу а многие же бросили садоводство так правильно сад-то мертвый а вот одной сотни стоит белить ради этого вот ну побелка это святое тогда что придумали надо усовершенствует не отменить побелку раз от нее толку нет а это самое оставить дерево покоя она по крайней мере будет тогда солнечные лучи принимать нет давайте усовершенствовать побелку и усовершенствовали как начали начали добавлять туда крови дерьмо так ну горожане пишите вот антон валерьевич он ведет это как называется конспектирует вряд ли он после этого побежит искать в центре этого самого новокузнецка коровье дерьмо вот его в деревнях то уже скоро не останется вот это я так бы немножко ерничаю так опять плохо дело что за дерево кровь дерьмо это перемешанность повел тогда начали добавлять глину а глина же вы знаете она же прилипает прилипает теперь уже получился толстый слой чем будет дерево дышать никого не волнует ну дальше рассказывать что получается нет еще не все вот краска появилась заметьте не побелка краска называется водостойка а кому-то просто вот он не может краску продать вот и он напишет значит водостойкая краска для побелки деревьев все спрос обеспечен весна пришла у людей так называемый начинается весеннее обострение я в хорошем смысле но тут-то его и это ну теперь видите одно строчка а сколько я наговорил ладно поняли теперь пойдем дальше теперь мне скажут так берите или не берите на севере не берите тем более нет по по белочка тем вот этой вот самой безобидной краской это для тех кого я не убедил но без всякой никакой водостойкой краски никакого дерьма перемешку с глины на это на штампа не наносить ага берет еще как-то еще весь скелет на вытянутую руку берет это ужас какой-то там смотришь а дерево все дерево белое как она дышит никому голову не приходит потом мной был куплен это он пишет привычный профессиональный секатор вы его показывали в своих фильмах но я еще и материл все прививки где он применялся погибли на следующий год об этом не знаю знают ли продавцы но им по барабану но кто покупает естественно не знает там очень мнется кора и она если срастается то с толстым толстым слоем калуса вот если на украине есть такая знаете шутливая поговорка что такое сникерс знаете что такое сникерс на украине сказать это я говорю я на украине целлюбленный собой прикалаться в украине сникерс этот толстый этот слой это кусок салу и толстый толстый слой сверху шоколада вот сникерс по так вот значит прививка по с помощью привычного секатора вот это толстый толстый слой калуса от калуса морозной корой коры не обладает сюда когда калечат кору а поэтому никому в голову не приходит что что при этом морозной спадает а тут специально взял и сделал прививку тот же толстый слой калуса естественно через него не проходят этих так как ну в общем как бы их назвать то вот эти вот вены сосуды как мы еще капилляры о капилляры вот они же должны после прививки как бы срастись может не в такой степени как до до того как часть дерева отрезали ему пол крона лучше всю крону и прива ему земли и когда мы прививку сделали надо чтобы у них же эти ну как вот хирурги знаете пальцы же людям научились пришивать даже руку они же все сшивают помнили кровеносные эти сосуды сшивают мельчайшие под микроскопом но сшивают а здесь должно метод тыка вот присоединили а на деле это не получается вот любой лучший секатор в отличие от ножа который жиг помните я учил одним движением вот он берет это вроде красиво но он мнет и там все эти как бы их назвать сосуды закупориваются потом кое-как срастается кое-как все раз говорю вот какая-то часть все-таки умудряется состыковаться по ним начинает двигаться софт ну может быть 5 10 20 процентов от того что надо морозостойкость падает приварь чтобы увеличить она даже то нет которая была даже у прямое до того допустим по двое минус 50 приводит допустим выдержит минус 30 а замерзла при минус 20 вот все происходит обычно когда просто неудачные прививки и тем более прежде секатор вот если бы кто-то бы из наших вот я все думал молодежь то елки-палки или все коррекции для меня молодежь латенков то есть только поправил меня 64 год мужику не возьмут его таких не берут президенты нас не берут ну это сафронов вот что еще траценко что то еще железов сергей толковый мужик вот кого бы еще не забыть на всякий случай говорю вдруг когда-нибудь кто-нибудь возьмет из этих скажем будем его двигать когда-то надо сады своими сейчас видимо мы враги мы враги раз нас нет 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 нигде не видно не слышно вот враги для тех кто скупает импорт а вот так юлия матвеева так денисенко андрей толковишь вот мои лучшие ученики его ребята а мажерин саша извините память плохая не могу сразу вспомнить всех вот кто дойдет до президента так вы представляете вот он президент он говорит так в этом законы пока будет привать а первое запрещаю привычный секатор немедленно все изъят знаете какой в стране живем мы живем в стране где тысячами сбивают и убивают и делают коллегами прохожих машины вырезаются друг друга гибнут женщины и дети причем сразу гибнут целыми извините за слово пачками гибнут целыми вот целыми коллективами гибнут и в это время можно купить анти радар радар а допустим если был бы президент который немножко общается или хотя нет компания бы подобрал такую чтобы тот от кого зависит но кого-то же и гаин назначает сразу несется закон еще лучше подошел президенту сказал это самое там иван иванович и пётр петрович сидор сидорович пожалуйста быстренько указ немедленно из продажи изъять все эти самые анти радары за эти годы они появились 20 назад или 30 за эти годы тысячи жизней было спасено а при оси секатора я специально сказал а вдруг а вдруг когда-то может еще сейчас не поздно их спасать эти тысячи жизней я тоже ездил в машинах там где у таксистов анти радар гонят как бешеный раз замигал все сбавил вот а по стране это тысячи трупов а при оси секатор извините все отвлекся на рисунок буду по принципу хочу то и говорю кому не нравится трасс на мышку нажал и спать так а вот при оси секаторе об тоже бы вот прямо на уровне государства бы это прямо бы вот так вот еще запретил бы закупать за границы саженцы потому что они выгибают погибают по принципу миллион из миллиона грабеж караул вот когда-то мультфильм был там мальчик девочки залезли под землю заблудили что ли пещере и наткнулись на глом гномов а гномы там значит у них своя работа они там самоцветы изумруды сапфиры значит добывают и складывают вот а когда они удивились так это людям надо это здорово такое богатство значит гном от них побежал и кричал знаете как караул геологи грабят вот так вот у нас друзья мои грабят вот эти самые сволочи которые завозят миллионами саженцы с юга на север и все они додину погибают а умножаем на получается миллиарды для у нас так денег не хватает я понимаю чек от чем-то себя отказал купил 10 саженцев 5 саженцев 3 саженцев все будут мертвы видите что делается так ну что это я душу отвел теперь пойдем дальше итак привычный секатор я объяснил с точки зрения даже теории он не может служить инструментом для стыковки по двое с привой как бы он красиво не выглядел вот так все прививки где он применялся погибли на следующий год к счастью освоил и ручную прививку обычным острым ножом специальный привычный найти пока не удалось у нас кривой исчезли из продажи у нас сайногорские лет десять назад но они очень толстые не самая лучшая я и таким привал когда-то всего начинал но это ладно а потом появились у нас ножей наше промышленно такая нож ровненький заточен на одну сторону у меня такие были парочка их потом утерял на конце пяточка это для окулировки которые терпеть ненавижу вот раздвигать кору пяточка вот еще называются окулировочный вот когда он имеете пяточку и на ту сторону заточен назовем его хоть так и не называют окулировочный привычный 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 но наши ножи отличались великолепно и особенностью выпускает нож завода тупой как сибирский валик у меня вот это я никогда понять то не мог но если вы нож то выпускаете господа советская промышленность на нем написано прививочный он правда привычный он ровненький не кривой а почему бы его не наточили но потом начинаешь точить 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 мне приходилось по два-три часа точить но вручную вот потому что станка не было под рукой наждачного вот пока он становится острым но и тупится быстрее иностранных ну и что чем мы там говорили про импортозамещение ну ладно идем дальше и так он не мог найти специальные привычные в интернете есть я говорю единственное что невозможно в интернете определить заточен одну или на две стороны результате большинство ножей называемые привычных заточен на две стороны вам нужно идти к токарю и долго упорно перетачивать итог моего садоводства через пять лет не утешителен из почти двух десятков саженцев плодоносит начал только один да вы рекордсмен поздравляю это стелющиеся яблони плоды не крупные на вкус тоже не нет и мало плодов ночи она в одиночку много ли даст на грушево мерзает все что выше метра посаженная самая первая яблоня хоть и побеленная со всех сторон получила большой морозобой на прошлом году тому же изуродована формирующим обрезками да рано затягивается очень плохо мел бы красная посажет по продавца посажен наклонно уже делать было нечего как стерющийся а ну да сидит так третий год выглядит не очень потому что это не на это ненормально и не надо на это садить наклонно поймите всегда когда садишь наклонно если она все-таки нормально приживется она выпрямится сама я такие вам показывал в предыдущих помните груша растет наклон яблони а вертикальные волшки которые ненавидят они-то как раз не образуют новую крону вертикально вот это пожалуйста имейте ввиду поэтому так как обмануть природу невозможно я тут еще долго бы упорно бы материл эту такожарскую лодочку которая опять народ свихнулся хватило одной фотографии чтобы всю садовую советский союз на уши поставить которые садили наклонно так вот про нее может когда-нибудь другой раз вы садите вертикально и это нормально и тогда не надо перестраивать программу так другое дело сильнейшая обрезка где тут недалеко совсем вот это вот она тут почти случайно не случайно вот она видите это так сказать антипод или вы садите на смерть или вы садите на жизнь значит ветер рычаг архимеда не уже не сломает так согласитесь вот ранний урожай обеспечен кто как-то не вот эти вот садеры садисты садоводами невозможно не понимают что они отрезали может быть выковыряют почки может уже отрезали ветки скелетные это же не однолетнее дерево ну как минимум три года как минимум ну два ладно чтоб не придирались но эти-то ветки на год раньше первый я расплоднулся чем вот второй раз третий и так далее это то что заметить не могли ну вот результат видите на третий год но и наконец-то чего еще раз его показал вам вот и на холмик посажено потому что я помогал садить поселке сезая и архимед не сломает ее причем желание и урожай ранний так и еще что-то сейчас помню когда еще раз прочту его слова бывает так выглядит не очень ну да так облепиха погибла так ведь хотел как лучше пять лет прошли псу под хвост все загублено собственными руками а вас валерий консервис впервые услышал ролики на ю тубе просто промыкнула где-то метод железа а дальше вот это мечтали вот но я все-таки должен еще сказать кое-что вот мы с вами часа два проговорим потом ответ на вопросы ничего будет дальше суббота до весны я все равно все скажу все что хотел вот поэтому читали прошла раз известный литовский садовод фамилии не буду упомянул контексте в россию суровых слов сибирь я не знаю ругал меня или хвалил но вот в основном не согласен когда чек за меня видите как он наш вот этот автор да вот этот артур викторович так я фамилию убрал с ним не очень согласовывал артур артур вот он уже понятно тому литовцу нужно продать саженец колоридный карликовый изуродованы обрезками недолго живущий на подпорках растяжка вот тут и полез с вами знакомиться вот теперь дальше пропускаю не стал тут ничего выделять вот и продолжаю следить за вашими видео любому кто мне напишет я выше 300 видео хватит до весны ладно давайте о прекрасном но это прекрасно портят вот такие видите что я сделал мне тут была одна тема я хотел раскрыть вот у меня в саду пока они сожгли прекрасно росли деревья и росли наоборот то есть вот здесь вот была трава я вам покажу такие фотографии да вопрос принципиальный а вот это вот между ядер не просто скашивались здесь скашивалась а там между это пропахивалась вот интересно что при этом очень насыщалась ну ладно чуть позже агротех сам принцип еще наоборот а здесь вот ну еще что здесь есть то ли сохли ветки то ли их угробили отрезали да деревья не молодые ладно мы просто я ознакомлюсь с промышленными садами она вам надо что такое промышленный сад это дальше сад умноженное на 100 на 1000 а среди вас боже сколько оказалось людей с гектарами вот это снимок мне понравилось почему давайте разбираться старый сад а такие сады есть у нескольких десятков те кто только в прошлом году ко мне обращался и говорил взял старый сад что с ним делать срубать что делать но дело в том что ну как ерничал дело в том что понятие старый сад относительно вот я нашел фотографию давайте смотреть видите ветки валяются ему сделали скелетную обрезку подчеркиваю скелетную достаточно низкая он здесь и за все годы у него вот отсюда видите значит прививка бы если он привитый была сделана чуть ли не у самой земли штамп тоже растет дерево растет и штамп тоже подрастает допустим начали злости сантиметрового ну к концу жизни он может стать метровый то есть это нормальный сад который мне ничего глаз не режет редкий случай его омолодили вот омолодили и вы можете рассмотреть вот эти ветки вон они это уже после того когда обрезали пошли в рост вот когда делают сильнейшую обрезку вот видите обрезано как происходит следующее урожай уменьшается и оставшиеся яблоки увеличиваются до назовем это гостовские размеры почему потому что если это юг а мы все что увидите это юг на севере ничего подобного не увидите все ребята приехали угробили то что было даже украина белоруссия вот и возрождаться пока не собирается потому что как то в анекдоте фраза а люди все те же и вот значит сильнейшая обрезка яблоки увеличиваются при этом оставшиеся которые не попали под этот под секатор под пилку под ножовку вот они укрупнились и становятся какими товарными тут вот кое-что я охладно пропускаю вот еще интересно снова вы понимаете вот и не грудь не дурь вот говорят мы должны перекапывать почву потом я рыхли держать как бы в черноте вот так назовем черный пар черноте вот якобы для того чтобы тут не ночевали листогрызующие насекомые но вся эта которая на зиму устраивается там удобно на ночевку на зимовку а устраиваются или в кору или почву посмотрите почву на это дёрн на месте вот они тут зимуют и ничего долго доползти один метр то есть вроде бы дело не в этом тогда зачем вообще вот эта дурная работа правильно я не знаю но вот эта фотография иногда мне кажется что-то рисунок возможно рекламный рисунок вот вот такие у вас будут если вы купите эти саженцы ну даже если это не рисунок это все равно юг это я вам говорю набитым глазом а вот это мне глаз не радует совершенно это видео в одном под последним в нашем регионе последний промышленный сад и он весь был перепахан плоть до этих до штаба трактор идет посередине по бокам у щельники зацепляет прямо чуть ли не штаба деревьев но на юге наверное этот но проходит с рук а у нас на севере что друзья сказать я скажу у нас на севере это означает что полностью на севере подчеркиваю уточняю размеры севера весь дальний восток до китая так вся южная сибирь так весь южный урал и средних с прицепим вот дальше все что севернее москвы и даже воронежа курска вспоминаем северный казахстан каждый год за 40 пишут шутят не шутят но каждый год пол за 40 плюс бураны значит такое разве можно даже казахстан который автоматом мол где-то южнее на самом деле нет северный казахстан это сибирь и вот получается я не о политике я имею ввиду по климатическим словам это сибирь так вот вот это все должно быть исключено по той причине для нас северян главный санитар это дедушка мороз санитару противоположном смысле уничтожает нечисть очень сильно иногда бывает ошибается потому что бывало как множество жуков жрут деревья вот а бывало наоборот множество такое дикое количество божьих коровок тут тлея не поздоровится это хищник он голодный божья коровка тут уже тлея не светит ничего вот но это обстрельным получается если мороз уничтожает диких то есть этих вредных насекомых он уничтожает и их полезных которые жрут вредных и наоборот мы вот этой перепашкой уничтожаем полезных и какие-то отдельные годы мы имеем вспышку вредных вспомните саранчук так вот для нас вот это вот я уже повторяю вплоть до петербурга до это пскова новгорода все это для нас север значит вот это все исключено должно быть никакой вспашки ну вот это красивая фотография но я решил сделать для вас учебной ой хорошо в интернете вот называю помойка иногда такие шедевры долго еще думал рисунок или графика это как называется компьютерная или все-таки это настоящий сад я там жил так вот для чего я любуюсь итак если тот противоположный склон а там больше деревьев почему-то это южный склон то есть он на самом-то деле допустим северная солнце бьет с юга и получается что добавляется 10-15 градусов за счет неровности за счет уклона и это дает лишний шанс нам северянам если бы этот сад был бы на севере да вот то есть тут палка в двух концах я почему говорю вот кто-то стал владельцем вот это может быть река это может быть длинный пруд вот не знаю что это но здесь два противоположных склона здесь побесе солнце светит с нашей стороны где мы с вами сидим то вот этот первый склон солнце скользит и здесь деревья как бы более холодном климате то есть между ними вот казалось бы они рядом между ними там на 100 метров а за счет уклона именно деревья попадает две запоминайте вернее постарайтесь понять они попадают две климатические зоны так ближняя северная а там склон тут допустим 15 градусов и там сумме 30 чем мы получили мы получили два климатических пояса разных совершенно вот этот ближний находится севернее километра на 300 500 а это не шутки если это на юге а явно сделано на юге или сделано нарисовано или или сфотографировано на юге тогда все нормально и тот будут плодоносить и те будут плодоносить и даже получается плюс дело в чем я друзья в одной из книжек серьезных прочитал что проблемы да там заморозками там есть и другие проблемы вот неподготовлены зиме это это много тут перечислять около десяти их они значит создают такие условия что даже на юге деревья не всегда плодоносят и про абрикос самый капризный всех помните я рассказывал что годом раньше у меня персики были абрикосов не было хотя у персикового моростойкость на 10 15 градусов ниже чем абрикос вот так бывает вот вот каприза климата и вот мы попадаем такую ситуацию как же нам садить то мы вроде садим на южный склон и везде об этом пишут знаете мы не мешает вот мы попадаем такую ситуацию мы выбираем южный склон во-первых задал еще предлагаю западный то есть фактически солнце то будет светить с востока вот нет не так осветить запада освещая восточный склон не хуже 2 пола дня бывает жарче чем первая половина потому что солнце разогревается воздух разогревается с утра солнце в зимите а это еще не самая жара самая жара уже после я замечал после полудня и вот получается что казалось бы нормальный южный склон и западный склон самый лучший напоминаю имеется ввиду что солнце с юга и запада уже можно понять наоборот сейчас он закончает на запутан и тогда получается что теплее как бы отнеслись на 230 км на юг а мы же северяне ура но тогда раньше дерево в один год пронесло два пронесло три год бах под заморозки попало вот так и остались без урожая и если на вашем участке есть наоборот противоположный склон вот как здесь ближе где ближе прям перед нашим носом смотришь холоднее смотришь деревьям труднее даже они могут быть даже медленнее расти короче но попозже проснулись листья цветочки позже зацвели на неделю на две хух пронесло трудновато им жить на северном склоне назовем или на восточном в отличие от южного и запада но если брать что хорошо если из пяти лет на юге три года года на южном склоне три года будет плодоносить то из пяти хотя бы один год добавить северный склон фух кажется у меня все что-нибудь пошлет а ну да анекдоты рассказал что-то начинаю понимать с трудом так сколько прошло времени час так двух минут и перерыв я постараюсь но хотя мне не получилось говорить помедленнее вы сколько нас ждет сегодня путешествие так сейчас я поставлю этот стол есть у меня проблема мне просто жарко однажды кто-то из вас друзья прислал мне овечьи чуни мне ноги начали выздоравливать я их угробил когда на коленях месяцами начиная со снега подошел даже подушечку не догадывался под колени подкладывать за то что я такой нудный и все хочу мне подарили несколько пар овечьих носковый чуни и сразу ногам стало легче это все взаимосвязано в этом мире так ладно чуть-чуть разделся пойдем дальше перед вами друзья снова фотография но класс не режет правда яблоки не собрали они портятся сразу видно не товарная и но мне понравилось знаете что очень низкая крона очень низко и чем заметьте вот что я заметил южных странах дури меньше чем у нас тоже хватает ну там она не так сказывается но мы берем только худшие запада это расхожая формулировка мы берем запада хуже на все касается но если на вас а тоже я взял не выдержал посреди какая интересная корня низкорослая да вы помните как я говорю отрезаем где вот наши бы чудаки так что такие это нематерное слово наши бы чудаки вот эти бы ветки сто процентов отрезали почему когда это дерево появилась наверно на привито яблоки крупные скорее всего на привито прививалась она где-то здесь так вот а штамп был естественно ниже прививки естественно вот и немножко выше но за эти наверное 30 лет на где этот хоть и на юге но явно на юге 30 лет прошло вот просто удлинился а значит начинался он вот такой поэтому говорю мне эта фотография глаз не режет это праздник для моих глаз потому что я ненавижу садистов а вот и пожалуйста садизм смотрите вот это яблоки я не знаю где эта фотография делалась вот обратите внимание на вот это дупло я считаю так что вот видно да вот дупло вот эти изувечили весь низ урожай получали но все-таки это даже можно сравнить вот это дерево но наверно в 3 раза старше этого этого недолго осталось согласитесь изувеченные деревья плодоносят на юге этого еще реально но все-таки тут я без слез смотреть не могу и теперь мы поговорим об этой дырке хотя явно что деревья делали не делаешь эти сучки то есть отрезали практически заподлицо видите тем не менее образовался вот этим дырка дупло и вот этим дуплом нас пугает или режете на кольцо или будет дупло это одна из страшнейших ошибок почему это еще ладно юг а на севере вот как я помните линию проводил там волокна там псков воронеж там допустим я уж не говорю про черном этот самый про свердловский про красноярск вот про хабаровск все это было бы мертво сто процентов но упорно стоят на своем вот они даже не замечают ничего не нового садоводства не то что вот просто вот и что получается вот эта фотография моя внимание тапочки мои вот они верили а это то самое дерево на котором да у меня всего их несколько на которой данного табличка чтобы я железом не смел его спилить это жорец на которого выше помните привита то самое которое в ширости вот вертикальная ветка пасе вертикальный королевский сбоку серафим много рассказывал вот а веток то было три а я железу я вот так вот это и отпилил почему я должен был отпилить вот потому что она сломалась она росла неправильно она мешала в общем так бывает тогда по ровному месту я спилил видите я не стал здесь делать страшную рану мне грозили что будет но наука и как ее назвать мне грозили что вот это вот страшное дупло и действительно сейчас это еще прошу девять восемь примерно лет фотографии лет восемь вот а теперь действительно здоровье дупло а дерево-то живо я наоборот утверждаю что когда вот здесь отпилил она начала отсыхать 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 это вообще целенько но дерево живо а если бы я вот здесь бы рано было бы не вот такая вот размер а вот это было много много лет назад так это уже 8 лет назад фотография сделала отпилена было еще десятью годами раньше а и вообще уже 33 года вот этого дерево сейчас она живо а это подчеркиваю и сделай я вот здесь вот рано на кольцо как меня учили и было бы внимание согласны из 200 человек девятьсот девяносто восемь скажут да а двое скажет нет не может вся наука быть это идти немного не может ну ладно любуемся фотографиями дальше видите из тысяч фотографии а когда набираешь там их сотни тысяч почему я это выбрал а вот тот самый склон на обе стороны видите смотрите здесь тень здесь солнце здесь тень здесь солнце здесь солнце поняли да условия разные настолько вот я утверждаю вот допустим вот это еще раз почти повторение вот отсюда например где моя стрелочка бьет солнце самый юг а вот здесь она скользит здесь холодней и они между ними не вот эти вот 30 метров а между ними 300 километров понимаете но зато условия получились разные и не всегда на моем примере персик с плодами абрикосы мне пустые 2017 год а почти пустые представляете вот это вот обратите внимание вам что теперь как я должен сказать опять немного садите с юга садите с севера но склон уж не совсем страшно так и чем севернее тем лучше бы и вообще бы не было потому что можно добиться того что каждый сейчас беру крайности меня нельзя понимать буквально а то бывало вырвут из контекста пару слов и все вот железов сказал не поливать я же сказал что я не поливаю а вас учу как правильно поливать дождевание вот так правильно а то вырвать фразу получается железа улучшит не поливать сколько их людей не взошли косточки а почему помните вот это вот там то вроде правильно это самое нужна ли влага мне вот здесь вот больше всего поразило друзья понимаете что получается как если вот у действительно учить детей этому то надо чтобы они понимали человек зубрить то заставлять для чего поняли да и здесь получается так я в подмосковье северный склон вот такой вот весь дальше массив северный склон здесь нормально растет в середине хуже деревья я несколько сотен обследовал все несколько сотен изувеченные понятно что там мы имели мы имели все в ямах все вокруг вокруг а это красивая белая которые покрашены только такие где-то находили может быть тот и специальный продавал то то есть бордюрчики из красивых камней как бы облагораживали дерево ну то есть сделали картинку хотя на самом деле убивали но только этого не знали то есть посадка в углубление вот эти бордюрчики искалечены то есть штамбы до высоты головы и думают красиво и и стоят под этим деревом особенно в нижней части вот там знаете вот вот там а там лес примыкает вот это вот вот северный допустим это северный склон вот если я дополню это вот это северный склон вот и итак мы стоим я вам покажу потом мы стоим возле дерева покрыта мхом от низу до верхушек мхом зеленое девять понимаете полностью они говорят а почему она у нас мхом покрыта вот ну что все пойдем спокойно дальше с этим разобрались есть предел всему и здесь сад посадили и здесь но нам здесь такой юг что однажды вот здесь вот в заморозке ранее просыпание цветов заморозки а заморозки есть везде сами знаете он показали там то то азовское море замерзнет то это самое ой что в америке творится пока они боролись с потеплением это минус 40 на половине америки а у них нью-йорк на широте сочи представляете на широте сочи кто не знает так вот здесь в какой-то год может не быть урожая а здесь подождали 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 попозже зацвели а заморозки прошли а пока заморозков это пока цветы не распустили заморозков они не боятся в общем понятно вот такое путешествие так давайте путешествие продолжим здесь штампа который мне режут глаз но еще терпимые сад не самый старый а вот это тоже юг видите до самого горизонта вот эти яблоки мы едим с вами конечно я понимаю их тоже у них у меня материал я его заметили и запомните кто не заметил я говорю только о дачных садах я умею выращивать промышленные сады может быть единственный на всю сибирь или россию вот действительно умею и вырастил до этих до ребят на мотоциклах но дело в том что здесь очень трудно промышленный сад это механизация и вот они подчеркиваю нам с ними не равняться они вынуждены видите вот тут пение тут найдете и тут найдете пни 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 у них вынужденная мера это искусственный штампа но он их деревья не убивает мало того помните одно из моих постулатов которые должно быть уже аксиомой железово вот калечины дерево не просто приближает урожая дает предельный урожай потому что дерево спасается тем что дает как можно максимум плодов и здесь такое явление вот она а попробую сделать по северному варианту мой вариант я называю северный мы с курдилом разделили садоводство южный садоводство северное а попробуйте что может трактор сделать когда здесь по моим меркам все должно вот так вот лежать и вот здесь вот должны сомкнуться эти самые кроны они не смыкаются извините все с трактора и пасть пахать если кстати поэтому есть трудно понять но по моему где тоже пропашка вот здесь по крайней мере покос а плюс еще вспомните ящики ящики сбор урожая если там колечиться деревья ради предельного рожая пусть как бы короче пусть короче век да ради предельного рожая колечиться раньше начинает плодоносить если из колечиться это оправданно с какой точки зрения с экономической потому что повтори у нас эти деревья давно что накормили бы хреном ой им им этим садистом хреном садистом они бы были просто мертвые что и происходит вот это я надеюсь объяснил как тот учитель уже кальций сам это понял шучу вот эта фотография знаете мне понравилось мы с вами как бы ходим по садам я думаю что польза есть это вот это какой-то смешанный сад он какой-то не промышленный представим себе что черепи что у меня 5 гектар 4 уже засажены знаете чем а соусами б седра а гектар оставили под плодовые но возможно такой же суть и конечно это тоже юг полное ведра дерево стремянка высотой метров 8 здесь чтобы яблоки не портились еще надо аккуратно снять не давать им разбиться мне всегда удивляет да вот это вот почему всегда вот эти фотографии они о чем думают это промышленный сад а это промышленные вот это промышленные они же должны падают на черную землю и должны разбиваться я почему и подумал может это компьютерная графика но не может такого быть ведь они у меня падают на это и не портится совершенно есть только другом дружку не удается а здесь черную пару и причем большинство фотографий черным паром но здесь то ну какая хорошо вот ладно перед нами что-то такое если это папировка то ее надо быстрее снимать упадет испортится здесь антоновка до зимы провисит ну ладно тут чего гадать вот здесь вообще решили не собирать вы не надо быстрее вот видите это такой полудачный сад здорово да мне нравится надо кажется может тоже компьютерная графика как будто кто-то взял и нарисовал но тогда он рисовал с натуры значит такой сад существовал нет просторно места много месяц для отдыха рядом он они дикоросы вон они торчат видеть рядом красиво вот для того кто не гонится за не за промышленным садом а просто дача для услады глаз и денег полный карман вот для них это вариант и тут же я вспоминаю 20 лет назад так 20 примерно ко мне приезжали генералы прокуроры предприниматели пусть они были первые вот пусть еще только глаза резали их не тойоты эти самые как там внедорожники глаза резали первое но они садили сады они сами приезжали они даже помогали копать это то поколение вот сейчас вы знаете что у них у всех кто выжил кого не застрелили кого не разорили кто не повесился у них дома уже за границей там им посадят там и посадят весь этот промышленный сад или такое а ко мне теперь к сергею приезжают только то что называется сапки молодежи нет потому что они не хотят растить вот то самое поколение мы сами себе так назвали советские люди сокращенно совки я уже комментировать не буду чтоб не повторяться вот колновидные яблони видите им тоже мудряются делать штамбы не могут без штамбы вот не могут это чистый юг вот это вот может повториться еще такой урожай а дальше или от ветки вон они не видите боковые множество получается обыкновенные карлики полукарлики невысокие деревья так падают они будь здоров вот если вот видите шпалеры вот они не долгий век промышленные могут быть а по купить себя могут а потом прощай вася у нас это невозможно вот это все вот таком виде ни одного сада у нас нет нету я имею помните эту линию мысленную провел где север где юг нету груши тоже шпалеры видно что они держатся вот возможно это рекламная фотография возможно это рисунок сейчас так научились делать чтобы вы купили колновидные груши потому что колновидные груши могут плодоносить с одной и той же а я это попробуйте оспорить это я железо говорю с одной и той же плодушки могут плодоносить 2-3 года я вам показывал в фильмах отрывал показывал а 2-3 года когда вот видите грозди висят и ждать пока упадут нельзя товарного вида не будет все это считайте выбрасывать не продашь а надо отрывать когда отрываешь эта плодушка больше не видите как по нескольку на на маленьком мизерном участке но скажем на полдушке величиной со спичку так вы взяли по отрывали сплошные раны все на севере это конец карьера вот он и колновидный она пишет 15 лет а потом берите топор а я вам говорю или вы получаете карлик который плодоносит на побегах продолжение потому что вертикальный побег это извращение это год-два и переставит плодоносит а боковые побеги вам говорят отрежьте потому что вы же как вы же садите колновидного она взяла и растет обыкновенным деревом вот наглая такая вопреки всем этим обещаниям вопреки заклинаниям вы к хозяину караулы вы меня обманули вы меня продали самое быстрое дерево да еще хреново не плодоносит у них же нет моростойкости вы знаете об этом колонн вот это чисто южное изобретение на севере так нет а вам говорят отрежьте боковые ветки все будет вернется в это поглощение обратно вот здесь почти таких слов нужно рисовать кукиш ну как умею я объяснять так вот еще один склон показал но уже не буду задерживаться на этом здесь даже когда должна корневая шейка гнить потому что здесь меньше как это называется но продуваемость вентиляция хуже но учите яблоня они во первых склон вода стекает лишняя не держится сыро сильно а во вторых яблоня держит держит а потом люди забывают что яблоня абрикосы груши это разные совершенно на вещи и где яблоня выдержит вишни из слива вот яблоня вишни из слива они все-таки как-то более-менее держится в россии вот их труднее не потому что они такие уж хороши да вот они не морозостойчивые абрикосов и груши нет примерно все одинаково вот у них другая у них они крепче на выпривание так и они встречаются все а груши вы много видели груш а по россии вот скажите честно много вы их видели абрикосы это как говорил сычок Александр Иванович в статье 2004 год недавно выше широты Воронеж Курск их можно пересчитать по пальцем сколько у нас пальцев с вами вот так вот такая картина а когда встаются советы они даются они говорят яблони можно груши нет абрикосы нет про это говорит пока только один человек как в плев увеличится у вас так но для чего я вот эту вот картинку я тоже выбрал это что-то из породы кустарников да это не знаю что несколько можно назвать название кустарников вот их делают как я вам говорил промышленными нормально бы кустарник они бы уже тут прохода бы это без этого только можно на танке если нормальный кустарник развивался бы то здесь бы проезжать на танке давя все это кроны бы замкнулись а это промышленное вот сами думают что это такое я боюсь кто-нибудь лучше меня знает я там назову это что это за кустарник он будет долго смеяться лучше других а кустарников не разбираешься а я кстати не разбираюсь них я одно вижу кустарник сделали штампами на юге этот номер проходит у нас он был бы мертвый вот это пожалуйста я вас умоляю поймите правильно на юге это проходит здесь даже подъедет какая-нибудь тележка да тракторная там или машинная и не снизаясь с нее прямо возьмут и соберут весь урожай видите какой замечательный вот сделали из кустарника штампы у нас такое направление есть вот называть фамилию того которого называют современным генем я считаю это дурь вот не называю фамилию я просто дурь так теперь значит я хотел тут у меня есть такой ребят богдан он мой друг это украина город ровно мы с ним мы с ним сделали а это да мы с ним сделали телевизионный мост или как он телемостр вот и он есть в ю тубе вот да я почему его привел эти данные здесь он замечательный человек каком плане он придерживается принципе для украины это настолько необычно он придерживается точно такой технологии как у меня вот учился у меня может сам дошел своими мозгами вот я просто хочу сказать что есть на украине замечательный человек у него прекрасная значит эти самые я посмотрел один фильм только нарвался на него так этот фильм посмотрел там порядка ста тысяч просмотров у меня в сто раз меньше просмотров допустим да ну и тогда смотрите его раз мы не хотели смотреть что-то умного подчеркнуть я просто стараюсь чтобы хотя бы те кто действительно у кого мозги на плечах голова на плечах чтобы мы про них знали не важно украина это или апреля